Всем привет! Сегодня я вас познакомлю вот с такой сковородочкой от фирмы Жардеку. Сковородочка это двойная, вот такая вот. Здесь можно готовить разные блюда. Я сегодня приготовлю два разных блюда. Одно будет с мясным вкусом, другое будет как бы с рыбным вкусом. То есть будет у меня паста с индейкой и паста с креветками. Довольно таки сильный нагрев у этой сковородки. Я мне отваривала предварительные пасту сегодня специально для своего блюда. Ну довольно таки длинный провод вот такой вот. Я даже не знаю как это сказать. Блок питания что ли вот такой вот. Как это называть правильно? Зарядник. Ну не зарядник конечно. Это блок питания скажем такой. С регулировкой температуры. Здесь градация от 1 до 5. Ну степень нагрева естественно. Здесь вот такое вот есть гнездо. Вот такое есть. Вот так вот мы аккуратненько воткнем туда наш этот зарядник. Блок питания как правильно назвать. И включаем в розетку. Все. Поворачивайте регулятором. Регулятором регулируем степень нагрева. Как я уже сказала от 1 до 4. Готовить мы будем сегодня пасту. В одной половине мясная. В другой с морепродуктами. То есть с креветками. Вот еще раз покажу насколько это удобно. То есть вкусы не смешиваются. Ну запахи в принципе. Ну наверное все равно чуть-чуть какое-то смешение происходит запахов. Ну я вот готовила уже такие блюда скажем разные. Не могу сказать что прям они пахли друг другом. Вот такая стеклянная крышечка. Очень плотненько она так хорошо садится. Мне вот нравится что здесь вот такой желобочек. И она прям вот так вот хоп и прям как влетая. То есть она не то что прям туго. Но вот за счет вот построения скажем крышечки вот с таким желобком очень удобно и хорошо садится на саму кастрюльку сковородку. Как ее назвать правильно не знаю. Но вещь удобная честно говорю. Очень высокий борт имеет. То есть удобно варить. Сегодня я варила пасту там. То есть сварила где-то получается сухой. Грамм наверное 400 я сварила. То есть целая практически упаковка. И прекрасно воды хватило. То есть никуда не выливалось ничего. Все спокойненько сварилось. Также здесь можно обжарить мясо я жарила. Рыбку можно обжарить. Можно приготовить в одной части например гуляшек мясной. А в другой части картошечку точно так же отварить. Единственное что потом сливать конечно будет это немножко проблематично. Ну то есть вынуть тогда какой-то шумовочкой или еще чем-то. А так удобно варить. Удобно. Именно то что ты варишь в двух отделениях без смешения вкусов. Итак повторюсь. У нас сегодня индейка и креветки. Будем в одной жарить мясной вариант. Другой рыбный. Наливаем масло и в ту и другую часть нашей сковородочки. На цифру 5 я включила. То есть самый максимальный нагрев. Самый-самый-самый. Лопатки то придется нам тоже разненькие. Да ведь взять. Тоже разные лопаточки. У нас будет одна лопаточка для мясного. Другая для рыбного блюда. Мясное у нас будет индейка с зеленым горошком. С картофель. Ой, с картофель все забрала. С помидорами. То есть индейка была замаринована у меня в китайском сладко-сливом. С сладко-кислом соусе. И креветочки с сыром и со сливками будут. Так. Начинаем сначала. Мы обжариваем индейку сюда. Индейка. Индейка-филе грудки. Обжарится она очень быстро. Замаринована она у меня в холодильнике была. Поэтому степень обжарки ее будет очень максимально быстрая. Нарезала ее тоненькими полосочками. Сейчас она у меня в один слой. И обжарится. Креветки я буду делать в сливках с сыром. Как правило, я еще добавляю сюда яйцо, желток. Но вот сегодня я хочу просто сделать сливочки с сыром. Без добавления желтка. Если с добавлением желтка, все вы помните это по принципу карбонара. Так. Здесь у нас будут креветки. Поперчим креветки. Мясо-то у нас было замариновано, поэтому мы его не будем пока не солить ничего. Креветочки чуть-чуть. Так. Сюда же у нас пошел горошек и помидоры. Это к индейке. В к индейке же мы добавляем соевый соус. В к индейке добавляем соевый соус. К креветкам мы добавляем сливочки. Так. Здесь у меня 200 мл. Вот 100 мл сливок я добавила к индейкам. Ой, к креветкам. И где-то грамм 100 у меня сыра. Сыр моцарелла и типа гауды. Ну, почему говорю типа, что сейчас очень сложно понять, какой на самом деле у нас сыр продают. Написано гауды. Так. Сюда же у меня пойдет соус чили. Где-то 2 столовых ложки. Это к индейке. Главное не запутаться, куда что пошло. Это я готовлю, скажем так, по порции на человека. Креветок у меня штучек, наверное, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь штучек у меня креветок. Здесь получилась такая тягучая сливочно-сырная масса. В креветочке. Очень такая густая. Ну, сливок здесь у меня 100 мл ушла. Здесь индейка с помидорками, с зеленым горошком, с соусом чили, острый чили и соевый соус. Отварная паста. Отваривала ее предварительно. По две, так скажем, практически при горшне у меня пасты пошло к креветкам, с сливкам. Можно убавить чуть-чуть. И наша индейка с помидорами, с горошком, с соусом чили. Сейчас это все дело прогревается. Это очень удобно, в принципе. Ну и очень быстро. Мясо, конечно, нужно резать очень тоненько, чтобы оно хорошо у вас проготовилось. Также можно приготовить вместо креветок взять лосось. Ну, семгу это вообще будет прекрасно. Жирненькая рыбка. Очень вкусно она получается у нас, семга. Сыр на сливочном соусе. Просто замечательно. Курочку вместо индейки можно взять. Также можно взять вместо индейки свинину. Тоже будет очень хорошо. Закрываем буквально на пару минут крышечкой. И все можем уже даже пробовать. Закрываем крышку. Буквально я не знаю сколько там. Пару минут прошло. Здесь у нас креветки. Вот что не люблю, доставать макароны из посудины. Пасту как. Вот такие они у нас сливочные. Вот так вот красиво мы ее попытаемся красиво уложить на наши тарелочки. Пыталась на одну порцию, да здесь по два человека на каждое блюдо будет. Даже много. Не умею никогда сделать помаленьку. Вот такая у нас паста. И сверху мы очень красиво вот так вот креветочки положим. Ну, у нас было 8 креветок, как вы помните. По 4 на порцию, если то это будет просто замечательно. Вот так у нас вот эта паста у нас с креветками в сливочно-сырном соусе. А это у нас паста с индейкой, соусом чили, с помидорами и зеленым горошком. Сейчас попытаюсь тоже как-то так красивенько уложить. Ой. Силиконовые ложечки с этой все сваливается. А это у нас вот такая паста. Вот буквально за каких-то 7, максимум 10 минут мы с вами приготовили 2 пасты. Ну, конечно, паста была предварительно у меня отварена. Но здесь мы приготовили уже вот такое замечательное блюдо. С индейкой с зеленым горошком в соусе чили. И сливочно-сырный соус паста с креветками. Это я все приготовила вот в такой двойной сковороде жар-тека. Очень хорошее покрытие у этой сковородочки антипригарное. Очень хорошо моется эта сковорода. То есть, ну, конечно, объем большой. То есть в раковину ее поместить проблематично. Но, как бы, наклоняя, можно вымыть. Моется очень хорошо. То есть сначала вытираю, если вдруг где-то что-то там, ну, как бы, нагар какой-то появился. Вытираем сначала бумажной салфеточкой, а потом вымываю просто губкой под проточной водой. Моется прекрасно. Объемчик довольно-таки большой. Вы видите, как бы, был задействован буквально только дно нашей посуды. А у нас получилось этих на 2 порции пасты с индейкой. И здесь даже на 3 порции хватит пасты с креветками. Но это очень голодным только двум людям может. Поэтому всем приятного аппетита, всем здоровья, всем успехов, хорошей погоды. Берегите себя и своих близких. Пока-пока и до новых встреч. Приготовили пасту в сливочно-сырном соусе с креветками и с индейками, зеленым горошком, в остром соусе чили. Вот мы видим 2 разных половинки нашей сковороды кастрюли и 2 разных пасты. Два разных вкуса. Ничего не смешано. Все отдельно. Любителям разных мясных и рыбных продуктов. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»